Часто задают вопрос про скраб, как же его вообще делать. И в принципе это должно означать только то, что вам трамплины не доставляют никаких сложностей вообще. Вы не задумываетесь, как же его перепрыгнуть вообще. Так как скраб это по сути гашение трамплина. И если вам нужно гасить трамплин, то вероятнее всего вы хотите повысить свою скорость прохождения конкретного участка с трамплином. Так как именно скраб, либо гашение трамплина по-русски говоря, помогает пройти этот участок быстрее. Заходить на трамплин с более большой скоростью и не перелетать его через. Это в принципе основная функция скраба, а не просто это красивый элемент, который красиво выглядит. А это именно для того, чтобы повысить свою скорость прохождения данного участка. И чтобы понять, как происходит гашение трамплина, вам нужно понимать, как вообще прыгаются трамплины. Для этого я взял вот этот вот свой старый тренажер 20-летней давности, даже больше, наверное. Чтобы примерно объяснить, как же прыгаются вообще трамплины. Как сделать так, чтобы трамплин прыгнуть более далеко или наоборот более близко его прыгнуть. К примеру, вот я сейчас стою и мне нужно подпрыгнуть. И что же мне нужно сделать, чтобы я мог подпрыгнуть? Мне в принципе нужно загрузить пружину, чтобы пружина меня вытолкнула. Для этого мне нужно навалиться весом на пружину и сжать пружину. И затем ждать, когда меня пружина выкинет. То же самое в принципе происходит на трамплинах. В принципе, заходя на любой трамплин, подвеска неизбежно сжимается. Но заходя на трамплин, мы можем поспособствовать сжатию подвески и накопить больше энергии, для того, чтобы более высоко и далеко выпрыгнуть. А происходит это именно таким же способом. Мы в момент захождения на трамплин загружаем больше подвеску. А точнее, наваливаемся как бы своим весом и задавливаем подвеску сильнее. Продолжение следует... И теперь, что касается гашения трамплина. Гашение трамплина, в принципе, происходит что-то похожее, только в обратную сторону. Заходя на трамплин, у нас подвеска в любом случае будет сжиматься, накапливаться энергия. И в тот момент, когда мотоцикл начинает отрываться от трамплина, от самой верхушки трамплина, нам нужно эту энергию погластить. И это делается опять тем же самым способом, только мы в этот случай не наваливаемся на мотоцикл, чтобы загрузить подвеску. А наоборот, расслабляем ноги и присаживаемся как можно ниже к мотоциклу. Насколько это вообще возможно. В некоторых случаях даже присаживаемся как бы мимо сиденья для того, чтобы можно было еще ниже присесть. И все вы наверняка когда-то в своей жизни прыгали на батуте. И чтобы прекратить прыгать на батуте, вам также нужно поглотить энергию в батутах. При приземлении, когда вы приземляетесь на батут, накапливается энергия. И чтобы у вас батут не выкинул, вы срабатываете ногами, чтобы прекратить прыгать на нем. На этом, похоже, я могу показать. Я подпрыгну и при приземлении, чтобы меня пружина еще раз, второй раз не откинула, мне нужно поглотить энергию пружины для того, чтобы она меня еще раз не выкинула. Это как раз та ошибка, которую новички делают чаще всего на трамплинах. Выходя на трамплин и в момент отрывания мотоцикла от трамплина, чаще всего они поджимают мотоцикл под себя. А точнее даже не мотоцикл под себя, а сами прижимаются ближе к мотоциклу. Как бы желая прыгнуть дальше за счет того, что мы мотоцикл подтянем под себя. А получается как раз наоборот. Мы поглощаем именно ту энергию, которая высвобождается с подвески в момент отрыва мотоцикла от самой верхушки трамплина. В случае со скрабами, это то, что привычно нам всем видеть, когда мотоцикл закладывается боком уже на вылете. Это позволяет еще больше сместить массу ниже не только самого пилота, который приседает в момент отрыва. Приседает для того, чтобы сместить массу ниже и изменить траекторию полета. Но также при закладывании мотоцикла боком мы смещаем массу мотоцикла самого тоже. Не только сами, но еще и мотоцикл. Тем ниже мы его закладываем при вылете, тем большая масса смещается ниже и не дает нам вылететь высоко. Так что в первую очередь должно быть понимание, для чего нам вообще скраб, для чего нам гашение трамплина. И также нужно понимать то, что не на всех трамплинах вообще можно сделать скраб. Так что на сегодня это и все. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.